Я обещал, что мы с вами сегодня построим 17 угольников. Почему для меня это важно? Потому что во время этого построения вы научитесь лучше работать с этими самыми корнями из единицы. Как 17-ти угольников можно построить циркульной линейкой? Господа, это идейно очень важная вещь. Когда Гаусс это понял, то он сразу после этого многие вещи по алмамбре понимал. В общем, действительно, это будет совершенно правильный момент. Итак, время. П равняется 17. Галазита – это космус 2π на 17 плюс и синус 2π на 17. Что у нас с вами есть? Ну так, 17-ти угольник – это корень многочлена x17-1 разделить на x-1. То есть тот самый, да? x16 плюс x15 и так далее плюс x2 плюс x1. Так вот, господа, я сейчас хочу вам объяснить, каким замечательным совершенно образом можно упорядочить эти самые корни. Вот смотрите, у нас есть такой порядок. Зито в первой степени, во второй, в третьей и так далее, вплоть до зито в шестнадцатой степени, да? И зито в семнадцатой степени – это единица. Это единица. Замечательно. Так вот, Гаусс догадался, что такой порядок является, как ни странно, неразумным. Буду изучать мультипликативную группу вычетов по мультипликативную группу семнадцатой. Она состоит из скольких элементов? Из шестнадцати элементов. Это числа 1, 2, 3 и так далее, вплоть до шестнадцати. Операция – это берем, перемножаем и берем остаток отделения на семнадцатый. Замечательно. Так вот, господа, давайте я сначала покажу вам то, что неразумно. Неразумно сделать так. 1, 2, 4, 8, 16, так, 32 по модулю семнадцать – это будет сколько? 15. 15. 30 по модулю семнадцать. 13. 26 по модулю семнадцать. 9. 9. 18 по модулю семнадцать. 1. Опа. Я слишком быстро вернулся к исходной точке. Здесь всего восемь чисел. А мне нужно, чтобы было шестнадцать чисел. Так вот, господа, сейчас и будет наша табличка. Здесь будет написано число к, а здесь будет написано 3 в степени к, взятое, по-моему, было семнадцать. Ну, к чему может равняться к? Ну, ну, единицы, двойки, так далее. Поехали. 3 в нулевой степени – это один, 3 в первой степени, 3 во второй степени – 9, 9 и 3 – 27, это 10, 10 умножить на 3 – это 30, то есть тринадцать, так, давайте, тридцать девять по модулю семнадцать, это будет сколько? Пять. Будет пять, правильно? Так, пятнадцать, дальше сколько там будет? Тринадцать. Ой, сорок пять минус тридцать четыре, нет, это будет 11. Так, тридцать три – это будет 16, то есть минус один, да. Вот, теперь, значит, сорок восемь минус тридцать четыре – это будет 14. Так, два минус тридцать четыре – это будет 8. 21 минус 17, 4, так, дальше что у нас там будет, 12, 36 минус 17, это будет 2, так, потом будет 6, и 6 умножить на 3, это 1, это уже не пишем, потому что здесь уже есть. Господа, обратите внимание, что у нас получилось. У нас числа выстроились в довольно неожиданном, в довольно хитром порядке. Давайте я сейчас нарисую здесь равенную таблицу, и вы поймете, ради чего Гаусс это придумал. Это будет таблица умножения по модулю 17. Написано будет так, 1, 3, 9, 10, 13, 5, боюсь, что я не захочу ее дописывать до конца. В общем, вы уже поняли, правда? 1, 3, 9, 10, 13, 5, 15, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, господа, 1х1, здесь 3, здесь на диагонали будет 9, здесь будет везде 10. Поняли идею? Таблица умножения приобрела удивительно простой ритм. Таблица умножения просто вот такими вот будет диагональными. Ну, теперь вопрос, а зачем нам все это надо? Как это помогает при построении правильного 17-угольника? А вот, оказывается, мы с вами знаем, чему равна сумма следующих чисел. Давайте, в общем, зита в первости, в третьей, в девятой, в десятой, в тринадцатой, в пятой, в пятнадцатой, одиннадцатой, шестнадцатой, четырнадцатой, в восьмой, седьмой, четвертой, двенадцатой, второй и шестой. Господа, кто помнит, чему равна сумма всех степеней, всех корней из единицы? Чему равна сумма всех корней из единицы, кроме числа 1? Минус один, конечно, потому что сумма совсем всех корней равна, сумма равна минус единицы. А сейчас мы возьмем только вот эти числа. Что это такое? Это зита в первой степени, в девятой, тринадцатой, пятнадцатой, какой там еще? Шестнадцатой, восьмой, четвертой и второй. И давайте вот эту сумму обозначим А. Ну, разумеется, все остальное в клубе, в десятой степени, в какой там, в пятой, в одиннадцатой, четырнадцатой. Седьмая, двенадцатая и шестая. Седьмая, двенадцатая и шестая. Господа, это слово обозначим Б. Так вот, А плюс Б равняется минус единице. Замечательно. Первый интереснейший вопрос. Понимаете ли вы, как связано то, что я сейчас говорю, с гауссовым суммом? Или совсем нет? Вот давайте посмотрим, давайте посмотрим, что это на самом деле, что это на самом деле за число. Вот это вот зита в первой степени. Это зита в степени три в квадрате. Вот это зита три в четвертой. Это три в шестой. Это три в восьмой. Это в десятой. Это в двенадцатой. А это в четырнадцатой. Ребята, это степени зита, когда мы берем квадраты. Когда мы берем только квадраты. А здесь степени зита, когда мы, наоборот, берем то, что называется квадратичное нефть. Вообще, вы помните, когда мы выписывали для простого числа П гауссов сумму, что это было такое? Это было, надо было выписать, значит, все числа и написать так. Зита в нулевой плюс зита в степени один в квадрате плюс зита в степени два в квадрате плюс зита в степени три в квадрате и так далее плюс зита в степени шестнадцать в квадрате. Понимаете? Вот. Ну, что такое зита в нулевой? Это единица. Это не очень интересно. А здесь у нас были, когда показатели степеней – это квадраты. Ну, на самом деле, легко понять, что каждый из них по два раза. Ребята, гауссовая сумма – это 1 плюс 2а. Если вы помните, мы с вами вычисляли уже гауссовую сумму для числа… Правда, мы там вычисляли источностью до знака, поэтому сейчас с этим будет некая проблема. Но, тем не менее, на самом деле она равна корне из 17, и поэтому число А построить можно. Правда, вы мне сейчас скажете, что про гауссовую сумму вы все забыли, и поэтому лучше бы объяснить как-то другим, ну, нормально оставать, да? А я отвечу. Сейчас будет не в этот счет. Но, с другой стороны, счет, в общем, надеюсь, вам понравится, да? Каким образом, если ничего не знать о гауссовной сумме, каким образом можно понять, как строить наш 17-й уголь? Ну, на самом деле, я же не знал по гауссовной сумме, но вот каким образом? Да надо просто взять и перемножить. А может на Б. Господа, если вы сейчас просто напишите таблицу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, она, правда, размером 8 на 8, да? То есть она 64 клетки. Но если вы ее напишите, то забавным образом выяснится, что произведение А умножить на Б будет, что называется, хорошее. И это огромный шаг в решении нашей задачи. Значит, я думаю, что все-таки для, что называется, честности, для честности это надо сделать. Единственное, ребята, я отказываюсь сейчас каждый раз писать зиток, а я буду просто писать показатели. Это единица, девятка, тринадцать, пятнадцать, что там дальше? Шестнадцать, восемь, четыре, два. И здесь, соответственно, это будут 3, 10, 5, 11, 14, 7, 12 и 6. Отлично. Теперь, что значит перемножать? Ну, понятно, что значит. Перемножать корень из единицы, это значит складывать показатели степеней. Отлично, отлично. Давайте быстро складывать. Так, только все помнят, в какой степени дзита дает единицу? Дзита корень какой степени? Семнадцатый. Значит, показатели степеней мы складываем в каком? Ну, берем остаток все время по модулю. Семнадцать. Победа. Значит так, 4, 11, 6, 12. Двенадцать. Так, вы помогаете мне, потому что, если я сейчас собьюсь, это будет плохо. Так, будет двенадцать. Девятнадцать – это два. Четырнадцать – это четырнадцать. Двадцать – это три. Здесь будет двадцать три, то есть шесть. Шестнадцать. Двадцать один, то есть четыре. Двадцать. Шестнадцать. Двадцать три, то есть шесть. Восемнадцать, то есть один. Двадцать четыре, то есть семь. Двадцать семь, то есть десять. Двадцать, то есть три. Двадцать пять, это сколько, это восемь. Так, двадцать девять минус семнадцать – это двенадцать. Двадцать два минус семнадцать – это пять. Двадцать семь минус семнадцать – это десять. Двадцать один минус семнадцать – это четыре. Так, разумеется, в алгебре есть общая конструкция, которая все это объясняет. То есть не надо думать, что это единственный способ рассуждения. Но мне кажется, что для начала, чтобы привыкнуть к этим корням, это наоборот очень даже полезно. Так, значит, 27 – это опять 10, да? Так, проверяем. 30 – это 13. 23 – это 6. Так, 28 – это 11. 22 – это 5. 1, 13, 2, 22 – это 17, 5, 15, 3, 10. Последний столбец – 12, 7, 13, 16, 9, 14, 8. Отлично. Господа, теперь начинается некоторое метрное дело. Надо увидеть, сколько в этой таблице каких чисел. Вот давайте, сколько в ней единиц? Раз единица, два единица, три единица, четыре единица. Что там еще? Сколько в ней двойка? Раз двойка, два двойка, три двойка. 13 плюс 6. 13 плюс 6. И вот здесь. Слушайте, а проверьте, пожалуйста. Здесь каждое число входит в четыре раза. Правда? Каждое число входит в четыре раза. Что это означает? Это означает, что а умножить на б – это 4 умножить на вот это число. А я его специально выписывал. То есть а умножить на б – это? Минус 4. Это не 5. Число 11 5 раз повторяется. Чего? 11? Давайте проверим. 11 раз, 11, 2, 11, 3 и 11, 4. А 6 я вас? Нет, 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 по 4. Так, если мы не по 4, это означало бы, что я где-то там просчитался. Вот. Итак, минус 4. Ребята, на самом деле это означает, что на числа а и б можно написать квадратное сравнение. То есть я из верхнего, б выражаю через а, б – это минус 1 минус а. Подставляю в нижнее. А умножить на минус 1 минус а равняется минус 4. А квадрат плюс а минус 4 равняется нулю. Значит, число а – это минус 1 плюс минус корень из 17 полов. Господа, помните, я вам говорил, что 2а плюс 1 – это галстовая сумма? Еще раз. На самом деле, на самом деле, вот это будет с плюс корень из 17, а вот это будет с минус корень из 17. Но это надо уже конкретно смотреть, что называется, за их величинами и так далее. А для построения это не так важно. Дело в том, что циркулью и линейкой мы умеем строить корень из 17. И таким образом число а и число б мы что можем? Все понятно? Число а мы можем построить. Корень из 17 строится очень просто. Отрезок глины 4, перпендикулярно отрезок глины 1. Все, по теории филлбора получили корень из 17. Ну, потом вычислить минус, то есть поделить пополам. Все отлично. Теперь наступает следующий этап. К счастью, он гораздо быстрее. А именно, мы с вами должны ввести другие два числа. Наверное, вы уже догадаетесь, что это будет за числа, и догадаетесь, как наш процесс потом завершится. Числа будут вот как выглядят. Я пройду здесь, по принципу, через один. Значит, итак, я ввожу число к. Это дзита в первой степени, дзита в 13, в 16 и в 4. И второе число, число и это в 9, в 15, в 8 и в квадрате. Опять, мы уже знаем, чему равняется к плюс л. Это минус 1 плюс 0 из 18, это половина. Сейчас нужно найти произведение кабель. Слушайте, я думаю, что у меня даже здесь табличка получится. Размер 4 на 4. Это уже намного менее страшно. 1, 12, 16, 4. А здесь 9, 15, 8 и 2. Смотрите, вот самое страшное была та таблица размером 8 на 8. Сейчас все следующие будут гораздо меньше. Итак, здесь будет 10, 22, то есть 5. Что мне получается? Чему равняется к умножить на р? Минус 1 плюс корень 17. Что? Минус 1 плюс корень 17. Не, не, так. Минус 1 плюс. Смотри, здесь зита во всех степенях. А, да. Значит, к умножить на р это минус 1. Ребята, а можно я не буду выписывать соответствующую квадрату, а мне не решать? На самом деле, тут уже величина-то будет на самом деле минимая, а не вещественная, но это не важно. Дело в том, что корни квадратного равнения, даже с минимыми коэффициентами, их все равно можно находить. Так, мне сейчас важно успеть объяснить вам до конца. Итак, на к и на л получилась система, которая объясняет, что это корни квадратного равен. Так? Так, отлично. Теперь давайте поймем, какие числа надо будет взять следующие. Да очень просто. Это надо взять вот эти числа. Зита в первой плюс зита в шестнадцатой. Это будет число х. Зита в первой плюс зита в шестнадцатой. Это будет число х. И зита в тринадцатой плюс зита в четвертой. Это будет число х. Отлично. Давайте перемножим эти числа. Один шестнадцать. Здесь тринадцать и четыре. Поехали. Четырнадцать. Двадцать девять минус семнадцать. Это двенадцать. Здесь будет пять. Здесь будет двадцать, то есть три. Двять, двенадцать, четырнадцать. Это что такое? Я, к сожалению, поленился это проделать, но поверьте, народ, точно так же, как я число, вот здесь вот разбил на к и л, число а, точно так же число b разбивается на другие два числа, и там тоже получается квадратное равнение. То есть вот эта вот штука, она тоже квадратное равнение, поэтому ее тоже можно построить. Значит, числа х и у в произведении дают число, которое у нас можно построить в циркуле вы имеем. Так, отлично. Значит, они являются, корнями, квадратного уравнения. Значит, х можно построить. А теперь понимаете ли вы, что здесь написано в реальности? В реальности здесь написано, дзита в первой степени плюс единица делить на дзита равняется х. Если мы уже доказали, что х можно построить, то дзита в квадрате минус х дзита плюс единица равняется нулю. А это квадратный уравнение. Все. Я свел, ну, правда, здесь принялся для этого писать, но поверьте, что в сомнении тоже все получится. Я свел построение 17-ти угольников к решению последовательности квадратных уравнений. Мне кажется, что постепенно мы, в общем, лучше медленно, но не те вещи. Где об этом можно прочитать? Лучшее место – это алгебра вандерватка. Просто есть такая замечательная книга, действительно, вот, что называется, написана очень хорошо. Есть гораздо более содержательная книжка «Боревич, Боревич, теория чисел». Ну, вернее, как, вандерватка по алгебре, можно поговорить, что эти теории чистоты, ну, как бы, ну, вандерватка попроще, но, с другой стороны, он немножко по-другой. Вот, если совсем для школьника, то есть статья Праслова, вот, они книжки, эти Праслова выложены на сайте РЦНМО. Но, кому интересно, сейчас я ее даже покажу, Виктор Васильевич, рассказы о числах, многочленах и фигурах. И у него есть еще замечательная книжка, тоже, замечательная, не в смысле, содержательная научная, а в смысле, очень понятная школьнику. У него есть книжка, которая называется «Задачи по арифметике, алгебре и анализу». Там тоже более, ну, гораздо более элементарно, но написано. В общем, господа, вы должны видеть, что это очень красивая теория. Она одновременно неометлическая и алгебраическая. Продолжение следует...